Здравствуйте! Это новости на шестом канале. О самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте. Меня зовут Валерия Саенко. Сегодня в программе. Страшный пожар унес жизни двоих человек. В Вяткино сгорела квартира в жилом доме. Сейчас в качестве основных версий рассматриваются две, как неосторожное курение, так и неисправность электропроводки. Уже специалисты подскажут более точную причину после проведения пожаротехнической экспертизы. Обещал помочь оформить землю в собственности. Исчез с деньгами. В октябрьском суде слушается дело о мошенничестве. Ущерб потерпевшим составил более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Смогу возместить ущерб из денег, которые я буду зарабатывать. Если я буду лишен этой возможности, то я не смогу возместить ущерб. За неуплату отключим. Газовики провели рейд по квартирам должников в Гусь-Хрустальном. Не удалось спрятаться даже за закрытыми дверями. Елена Сергеевна, судебные приставы открывайте! Двое погибли, 8 человек спасли. Вечером 19 сентября в Вяткино произошел пожар. Загорелась одна из квартир в пятиэтажке. В дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщение о загорании в квартире поступило в 19.49. Вызвали пожарных жителей квартиры, которая находилась по соседству с горящей. По приезду спасатели зафиксировали открытое горение из окна на четвертом этаже в четырехподъездном доме. Из-за сильного задымления в подъезде жильцы пятого этажа оказались в буквально заблокированных квартирах. Пройти через домовую завесу самостоятельно было невозможно. Людей спасли огнеборцы. Они вывели на улицу при помощи спасательных устройств, подключенных к дыхательным аппаратам, 8 человек, в том числе четверых детей. Пожар был ликвидирован через 40 минут после поступления вызова. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. От МЧС к тушению огня привлекались 26 человек и 9 единиц техники. В выгоревшей квартире обнаружены цела женщины и мужчины. Это 51-летний хозяин квартиры и его 81-летняя мать. По факту гибели двух человек на пожаре в Вяткино проводится доследственная проверка. Сейчас в качестве основных версий рассматриваются две. Как неосторожное курение, так и неисправность электропроводки. Уже специалисты подскажут более точную причину после проведения пожаротехнической экспертизы. Причинен вред жилым помещениям соседним. При ликвидации пожара, естественно, проходила очень серьезная проливка специальными средствами. Поэтому сейчас власти будут работать над тем, чтобы социальная помощь была оказана всем пострадавшим от пожара людям. Доверяй, но проверяй. Теперь главное правило потерпевших, которые пришли на заседание Октябрьского райсуда. Там рассматривается дело Александра Браченкова. По версии следствия он предлагал посредничество в оформлении земельных участков в собственность. За помощь брал с людей немалые деньги. Но после получения средств исчезал. Общая сумма ущерба, которая была причинена, составила более полутора миллионов рублей. Среди шести потерпевших и Татьяна Туркова. Еще в 2012 году она хотела приобрести земельный участок вблизи города Владимира, чтобы построить дом. Александр Браченков предложил земельный участок в Боголюбове. Заранее зная, что земля находится в природоохранной зоне, и ее невозможно оформить в собственность. В итоге я ему отдала 260 тысяч рублей. Потому что впоследствии далее, в продолжении своего преступного умысла, он взял с меня еще в дальнейшем 60 тысяч рублей. Обещая, ну объяснял тем, что не получается оформить землю в собственность. Я могу ее помочь оформить в аренду, а потом, построив на ней дом, можно будет оформить землю в собственность. И при этом обещал опять же помочь. В ходе судебного заседания выступили и другие потерпевшие. Как оказалось, все проходило по аналогичному сценарию. Обвиняемый, по словам людей, предлагал посредничество в переводе земли в собственность, получал за свои услуги деньги и на этом отступал в сторону. Причем предлагаемые им земельные участки либо уже находились в чьей-то собственности, либо там проходил газопровод. Но люди об этом не знали и передавали обвиняемому немалые суммы. Кто-то заплатил 200 тысяч, кто-то 400, а кто-то 700 тысяч. В сумме на таком вот посредничестве обвиняемый заработал 1 миллион 720 тысяч рублей, как считает следствие. Гособвинитель настаивал на реальном сроке для подсудимого за 6 эпизодов мошенничества. В соответствии с частью 3 статей 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний. С учетом данных о личности посудимого характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, 4 из которых относятся к категории тяжкие удовольствия преступлениями средней тяжести, назначить окончательно прочим по наказанию в 10 лет. Решение свободы отбывания в справедной колонии общего режима. Но адвокат обращал внимание суда на смягчающие обстоятельства. По словам Сергея Кудельника, его подопечный вину за собой признает, а часть денег он уже вернул. Причем, по словам защитника, все оставшиеся деньги подсудимый вернуть готов. Суд предоставил обвиняемому последнее слово. Александр Браченков извинился перед потерпевшими и пообещал вернуть все деньги. В том случае, если его оставят на свободе. Смогу возместить ущерб из денег, которые я буду зарабатывать. Если я лишен этой возможности, то я не смогу возместить ущерб. Выслушав все стороны, судья Игорь Егоров назначил следующее судебное заседание на 27 сентября. Именно в этот день и будет оглашен приговор. Алексей Домнин, Олег Маньков, Шестой канал. Исковые требования жителей суд не удовлетворил. Речь о владимирцах, живущих по адресу Безыменского, 16. Напомним, в конце прошлого года люди пожаловались нам, что у нежилого здания, которое вплотную примыкает к их дому, начали возводить третий этаж, чем нарушили их права. По словам жителей, работы с собственниками квартир никто не согласовывал. От строительного шума им не было покоя. В нескольких квартирах после появления надстройки стало темнее. Кроме того, во время реконструкции, по мнению людей, повредили стены многоэтажки. А еще на придомовой территории без спроса установили металлическую лестницу. Кроме того, в соседнем здании располагается крупный сетевой магазин. И там постоянно разгружаются большие грузы с продуктами. А это мешает людям. Устав писать в разные инстанции, жители дома на Безыменского обратились в суд. Они хотели, чтобы выстроенный третий этаж примыкающего здания снесли. Свои интересы в суде люди защищали сами. В качестве ответчика выступил собственник соседнего здания. Однако проверки в рамках судебного разбирательства не подтвердили серьезных нарушений. Металлическую лестницу, находившуюся на земельном участке жителей, собственник добровольно демонтировал ранее. Для улучшения освещения жителям предложили сделать ремонт. А машины, которые разгружаются около дома, по данным проверки, не заезжают на придомовую территорию. Для чего простые жители, простые рабочие. Соседка у меня пенсионерка. Экспертизу провели за счет ответчиков. Эксперты были с их стороны. Нам сказали, что все хорошо, у вас нарушений нет. Мы проверили и крышу там, и склонности. Ничего, все нормально. Там только сначала рекомендации дали. Обои посветлее сделать, на покрытие, раз вам темно. Все замечательно. Мы думали, хотя бы вынесут то, чтобы они хотя бы стену посветлее сделали. Потому что стена коричневая. А даже этого не вынесли. Стойка остановилась, ничего там не идет. Никакие движения внутренние. Любопытно, что в ходе рассмотрения дела суд все же подтвердил, что третий этаж магазина является самостроем. У ответчика отсутствует разрешение на реконструкцию. Однако, как следует из решения, бизнесмен пытается узаконить самовольную постройку. Жители многоэтажки сообщили нам, что решение Фрунзенского суда в суде областном оспаривать не стали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Каждого должника заранее известили о предстоящем рейде. Но далеко не все собирались открывать свои двери сотрудникам газовой службы. Елена Сергеевна, судебные приставы открывайте! Но даже если дверь никто не открывал, внутрь квартиры газовики попадали. На руках у сотрудников газовой службы постановление о принудительном вскрытии жилого помещения для отключения газового оборудования. Чаще всего хозяева открывали двери сразу, после того, как начинались работы по вскрытию. Газовики также навестили и жителей поселка Гусевский. Там злостным неплательщикам также перекрыли газ. Вы сейчас все выкидали? Я притащил. Все? Полученное решение суда? Да, все. Газ перекрыт, установлен в загрузку, установлен в замок. Всего же, по информации газовиков, на 1 сентября 2019 года просроченная задолженность населения Владимирской области за газ достигла более 113 миллионов рублей. Газовая служба напоминает, что несвоевременная оплата счетов может повлечь за собой серьезные последствия. От начисления пений до отключения газа и запрета на выезд за границу. В случае неуплаты долга приставы могут наложить арест на имущество с последующей его реализацией. При этом работы по отключению, повторному включению газа выполняются за счет абонента. Поэтому тянуть с оплаты счетов не стоит. Подвели итоги рейда сотрудники газовой службы. Продолжаем выпуск. И далее расскажем о других событиях, которые случились в нашем городе и области. Не пропустите. Мы говорим о том, что происходит рядом с нами. Прямо сейчас вы увидите. Потушили пожар в школе номер 49. Владимирские подростки стали участниками масштабных пожарно-тактических учений. Призвольте спасение. Получилось на количество подъемника. От крови школы. Количество трех человек. Собирают юных туристов. Во Владимире прошел турслет среди клубов по месту жительства. Ребятам пришлось пройти 9 испытаний. Станция слежноватая, потому что надо прицеливаться, держать правный лук, чтобы попасть. Потушили пожар в учебном заведении. Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения в школе номер 49 города Владимира. По легенде, там загорелся кабинет на третьем этаже. Сработала пожарная сигнализация и школьники вместе с педагогами покинули здание. Внутри остались только три человека. И покинуть школу самостоятельно они не смогли. Пожарные прибыли за считанные минуты и сразу же приступили к спасению. Двое пострадавших вышли на крышу школы самостоятельно, а третьего пришлось передать медикам. После этого пожарные приступили к тушению. Здание обливали водой и пеной, как и в случае с настоящим огнем. Подобные учения проводятся раз в месяц и нужны они для того, чтобы усовершенствовать навыки спасения и тушения пожаров. Это необходимо как для школьников и педагогов, так и для самих пожарных. Данное мероприятие у нас предназначено для того, чтобы личный состав пожарно-спасательных подразделений умел четко и слаженно действовать как с руководством объекта, так и с другими службами взаимодействия. Помимо показательных выступлений сотрудники МЧС читали лекции о безопасности преподавателям со всей области. В основном говорили о том, какие меры должны принимать учителя, если услышали тревожные звонки. В преддверии предстоящего пожароопасного осенне-зимнего периода мы еще раз напоминаем руководителям данных учреждений о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности на объектах. Также, чтобы они потом провели аналогичные занятия с персоналом, передали требования пожарной безопасности, которые были им здесь доведены. Сотрудники МЧС надеются, что те правила безопасности, которые они повторяют педагогам, школьникам и директорам, не забудутся, а в экстренных случаях помогут избежать трагедии. Валерия Саенко, Екатерина Корнилова, 6 канал. Проявить смекалку, показать сплоченность, а также свою спортивную подготовку. Все это можно сделать во Владимире на традиционном туристическом слюте клубов по месту жительства. Участникам предстоит пройти 9 станций и на каждой показать свои навыки. Где-то пройти веревочный квест, а где-то и песню спеть. Главное быть дружной командой, отмечают организаторы. Мечтала на море, а подвигов славны. Мечтала на водах, дорогие страны. Турслет посвятили Всемирному дню туризма. А какой туризм без альпинизма? Самая массовая станция веревочный квест. Здесь ребятам надо пройти по канатам, которые натянуты между деревьев. Из веревок юные, но опытные туристы изобразили несколько фигур. Здесь и паутинка, и бабочка, и даже дракон. По каждой дистанции нужно пройти определенным образом. Дракончик. Она не особо сложная. Пройти просто надо. Что надо делать именно? Расскажи, пожалуйста. Ноги ставить между треугольничками и пролезать вот так вот дракончиком, как бы, змейкой. Ну, если ты упал, жетончик не получаешь. Но тут еще пока никто не падал. На этой станции все команды получили высокие оценки. Следующий этап – теоретический. Участникам нужно разгадать кроссворд. Есть вопросы как простые, так и сложные. Кроссворд составили специально на туристическую тематику. Не всем командам удалось правильно угадать термины. Некоторые не знают. Вот одни ответили себе вопрос-ответ верно. Ну, ждем все результаты. Я только подсказывала, потому что наш капитан сам писал и все такое. Вот. Я всего лишь сказала два слова. Пламя и компас. А вообще много удалось отгадать? Да. Четыре вроде бы. Ну, или пять. Такие турслеты проводятся уже более 15 лет. В этот раз участников около 200. Заявку на участие в турслете подало 16 команд из трех микрорайонов города. Как утверждают организаторы, такие мероприятия помогают детям найти для себя хобби по душе. Это просто ознакомительный такой туристический слет. Это и техническое задание разовязывания узлов. Это и лазанья эстафета туристическая. Это и песня, непосредственно, которая необходима всегда в походе. Поэтому ряд этапов, которые необходимы ребятам для ознакомления. Еще одной спортивной станцией является стрельба из лука. Команда выбирает нескольких человек для участия. С расстояния 3-4 метров ребята должны попасть в мишень. Стоит отметить, таких метких стрелков не так уж мало. Попасть в яблочко смогли многие. А вот Вероника лук держит в руках первый раз. До попадания в яблочко не хватило пары сантиметров. Станция слезноватая, потому что надо прицеливаться, держать правный лук, чтобы попасть. Я особо не стреляла, меня не учили, и было слезновато стрелять. Уровнем подготовки команд организаторы довольны. Юным воспитанникам клуба не помешала даже погода. Члены жюри уже подсчитывают все результаты, объявят победителей на следующей неделе. Лучшим командам вручат спортивные подарки. Екатерина Корнилова, Олег Маньков, 6 канал. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересные новости о жизни нашего города или области, звоните. 36 66 66. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на 6 канале. Всего доброго. До встречи. Спонсор прогноза погоды – Банк МКБ. Выгодные ставки по вкладам и карты с доходом на остаток. Ждем вас по адресу Проспект Ленина, 15. Сегодня днем во Владимире Пасмурно ожидается дождь. Температура воздуха составит 6 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, сегодня вечером во Владимирской области облачно с прояснениями и небольшой дождь. Стубики термометров покажут 5 градусов со знаком «плюс». Ветер северо-западный со скоростью до 16 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. На что мы тратим время в телефоне? Мессенджеры 2 часа, рабочая почта 1,5 часа. Открыть вклад в МКБ 1 минута. Вклад Мега Онлайн от МКБ с фиксированной ставкой 7,4%. Только в мобильном приложении или в онлайн-банке на сайте mkb.ru. МКБ Вклад. Минутное дело. МКБ 2 минута. Редактор субтитров А.Семкин